Первый в мире вейпер, который попал в тюрьму. Неожиданно, но факт. Это россиянин. Его посадили в катарскую тюрьму за парение на борту самолёта. Турист летел из Москвы в Гуаза, шёл в туалет лайнера и решил закурить электронную сигарету. В этот момент сработала сигнализация и россиянина задержали. Затем доставили в местную тюрьму. Сейчас решаются вопросы о аресте. Дело в том, что в катаре пока выходные. Так что вейперу придётся подождать и провести за решёткой ещё как минимум денёк. Ему уже запретили пять лет летать катарскими авиалиниями. Какое же наказание может грозить россиянину, узнаем прямо сейчас у нашего эксперта, адвоката Марии Ярмуш. Мария, здравствуйте. Неужели курение может привести к таким ужасным последствиям? Понятно, что в нашей стране дымить пока ещё можем, вот этими искусственными парами. А вот в небе получается, что нет? Ну, прежде всего, наш соотечественник не ознакомился с правилами поведения на борту катарских авиалиний. А эти правила, статья 12, пункт 4, гласят, что курение на борту воздушного содна катарских авиалиний запрещён, в том числе и электронных сигарет. Не зная закона, наш соотечественник закурил, тем самым нарушил запрет, нарушил законодательство катара. И в соответствии с этим законодательством он может быть, прежде всего, привлечён к ответственности административной. Это штраф от 200 долларов, а также судья может дать ему более строгое наказание. Это месяц тюремного заключения. То есть, ну, рублём-то бог с ним, а вот тюремное заключение, конечно, совсем не хочется, тем более за такое, вроде бы, несерьёзное правонарушение. Как теперь действовать ему, где ему можно искать адвокатов, и может ли он рассчитывать на российских диппредставителей? Или это не тот случай, чтобы вмешиваться за мелкого нарушителя? Как вы считаете? Ну, прежде всего, наши дипломатические ведомства обязаны в случае задержания российского гражданина на территории иностранного государства включиться, потребовать доступ к своему гражданину и обеспечить правовой помощью. В частности, пригласить защитника-адвоката, который будет представлять нашего соотечественника перед лицом суда. Я считаю, что в данном случае наши уже диппредставительства включились, и когда россиянин пристанет перед судом, надеюсь, что суд окажет снисхождение нашему гражданину и всё-таки действительно накажет рублём. Но надо не забывать, что Катар – это страна с абсолютной монархией. Правовая система базируется на основах шариата, и в некоторых шариатских странах за курение могут давать до 30 плитей. Вы понимаете, телесное наказание там также могут использоваться в уголовном кодексе. А вот я хотел бы ещё уточнить вкратце, за чей счёт будет освобождение этого маленького нарушителя? Это государство оплатит ему адвоката, или он сам обязан это всё сделать? Буквально 10-15 секунд. Вы знаете, он должен будет все юридические траты возместить самостоятельно. Ну что ж, поделать, действительно, курить здоровью, вредить ещё и кошельку собственному. Ещё раз повторяю, читайте, что написано в самолётах и что вам говорят перед взлётом. Ситуацию с первым вейпером, который попал, вернее, может попасть за решётку, обсуждали с адвокатом Марией Ярмуш. Продолжение следует...